Добрый вечер, эфире телеканала БТБ, программа «Важный день» в студии Наталья Маслова. Итак, главным событием дня стало сообщение Кабмена о подготовленном пакете санкций против России. Коснутся они 65 компаний Российской Федерации и 172 иностранных граждан. Направленные санкции в отношении лиц, по мнению украинского правительства, финансировавших терроризм и поддерживающих оккупацию Крыма. Всего санкций 26 видов. Кого постигла эта печальная участь, Арсений Цинюк не сообщил, лишь заявил, что списки будут переданы в СНБУ, а далее на утверждение парламенту. Готов к обмену и на более решительный шаг, вряд ли порадующий Европу при остановке транзита российского газа. Новости дня, а также реакцию мира на экономические ограничения, которые ввела в ответ Россия, будем обсуждать с нашими сегодняшними гостями. Это Владимир Бондаренко, политолог, глава Совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Шевченко. Добрый вечер. И Владимир Панченко, экономический эксперт фонда «Открытый диалог». Здравствуйте. Добрый вечер. Перед тем, как начать обсуждение, предлагаю посмотреть сюжет наших журналистов. Кабинет министров утвердил проект закона о санкциях против стран, поддерживающих терроризм в Украине. В первую очередь это касается России. Голосование по документу состоится в Верховной Раде уже в грядущий вторник. В соответствии с ним Украина получит право применить 26 санкций, в том числе замораживание активов, запрет предпринимательской деятельности и любых видов транзита, а также запрет на въезд и перемещение. Кабин заставил список лиц, которые персонально ощущать на себе действия санкций. Кабинетом министров Украины на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны передаются фамилии 172 физических лиц, граждан Российской Федерации и граждан других государств, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма и посягают на территориальную целостность и независимость украинского государства. Также Яценюк отметил, у него нет сомнений, что Россия будет продолжать следовать курсу запрета импорта украинских товаров и сокращения сотрудничества с Украиной. Потому введение санкций закономерно, подчеркнул премьер-министр, а также признал, оправданные потери от введения санкций понесет и Украина. При самом негативном сценарии для Украины в первый год потери, которые могут быть не только из-за санкций, но и из-за агрессивной политики Кремля, 7 миллиардов долларов. Украина, несмотря на потерю российского рынка сбыта, даже при условии санкций сможет показать рост экономики, утверждают эксперты. А вот Россия болезненно отреагирует на ограничения. В первую очередь в сфере транзита. Тоже стрелковое оружие, которое на сегодняшний день производится в очень больших количествах в Украине. И транспортные средства – это заказ украинским предприятиям, это поднятие именно украинских предприятий и поднятие тяжелой промышленности. То есть для Украины это, как это ни парадоксально, позитив. Что же касается транзита, то это достаточно больно и жестко, потому что нефтегазовая сфера – это то, на чем держится на сегодняшний день Российская Федерация. Вступят в силу и объявленные ранее санкции в сфере культуры. Прокат двух российских фильмов уже отменен по причине искажения исторических фактов сценаристами лент. Список же представителей российской культуры, деятельность которых на территории будет запрещена, все еще не утвержден. Въезд или не въезд тех или иных деятелей культуры России не Министерство культуры определяет. И, конечно, их не будет 511. И никого из этого списка я называть не буду, но там около 14 лиц отобрано в так называемый список тех, на кого распространяются некоторые ограничения. Какие – это не я решаю. Это решают определенные органы совместно с Министерством иностранных дел. Список экономических и культурных санкций со временем может только расшириться, заявляют эксперты. Впрочем, по словам Арсения Санюка, правительство принимает жертвы во имя нового образца будущего Украины – прогрессивного и независимого. Андрей Луценко, Александр Банный, Юлия Бонарь, БТБ. Ну и так, в общем-то, первый вопрос, как вы расцениваете появление вот этого списка? Правильно ли это было решение, своевременное и, главное, эффективно ли это такое мера? Я думаю, это очень эффективная мера и оправданная. К сожалению, мы не знаем еще всех фигурантов списка, его надо как можно быстрее обнародовать. И уже на следующей неделе, чтобы Верховная Рада утвердила этот список и юридическую базу под это подвела окончательно. Может, его надо и расширить, чтобы пятая колонна на территории России, Украины прекратила свою подрывную деятельность. Владимир, как считаете вы? Ну, я считаю, что это важный политический шаг. Экономические последствия, в принципе, возможные юридические действия против тех лиц, которые подвергаются этим санкциям, они будут облегчены, поскольку, ну, скажем, много говорится о бывших депутатах или нынешних депутатах Верховной Рады Украины, которые поддерживают сепаратизм. Их предприятие продолжает работать. Я думаю, что у юристов будет значительно проще выполнение функций по конфискации этого имущества или блокирование деятельности их предприятий. Ну, а как вы считаете, почему все-таки этот список закрыт? Вот Яценюк сказал, что это, в принципе, нормальная мировая практика, когда не оглашается список каких-то там людей. Ну, в данном случае, наверное, нужно было все-таки его открыть. Ну, наверное, чтобы они еще не подготовились и не успели какие-то активы вывести. Лучше ставить всегда человека перед фактом, а не дать ему сбежать, как это не раз уже получалось, когда активы выведены, финансы выведены и получается уже и замораживать-то остается только оборудование. Ну, вот априори утверждается, что вот эти все 172 человека, которые попали вот в этот список, они финансировали терроризм и поддерживали оккупацию Крыма. Ну, скажите, вот чтобы такие заявления делать, нужно, во-первых, как-то доказать эту вину, чтобы были какие-то судебные разбирательства? Ну, это же санкции. Я же говорю, что как раз работа правоохранительных органов будет заключаться в том, чтобы доказывать вину. А в данном случае для введения санкций не нужно доказать вину, поскольку человек не является осужденным до того, пока это не сделано соответствующими органами. Но с точки зрения того, что скрыты эти фамилии, на самом деле те, кому нужно бежать, уже убежали и, скорее всего, они не... Куда, собственно, не убежали? Они живут не в Украине, это российские граждане, другие граждане? Ну, если говорить о тех гражданах, которые находятся в Крыму, то они живут в Крыму, они приняли русское гражданство, но они являются бывшими гражданами Украины. Скорее всего, речь идет о чиновниках, бывших бизнесменах, которые в Крыму получили должности и каким-то образом пытаются вести свою деятельность. На самом деле, эта проблема достаточно серьезная, поскольку под эти санкции могут вообще-то попадать и те люди, которые пытаются как-то приспособиться, и вопрос не решен ни юридически, ни психологически, что делать тем людям, которые все-таки остались на оккупированной территории. Такая проблема была в Греции и в Украине, она будет решаться, видимо, таким образом, очень длительно и мучительно. Вот список этот еще будет утвержден парламентом, скажите, не может ли он где-то затеряться в его стенах и просто не выйти из него? Я убежден, что нет, ведь сейчас на кону территориальная целостность Украины мы должны выстоять и в этих условиях, если это не примет нынешняя Еврада, президент ее просто моментально распустит и в октябре уже будут новые выборы. Владимир, как вы считаете, проголосуют ли парламентарии за этот список? Ну, скорее всего, проголосуют, хотя сложно сказать, где тут большая предвыборная агитация и наш премьер, в общем-то, вступил в активную фазу и работает над своим имиджем, он положительный, его рейтинг растет, поэтому, скорее всего, они будут голосовать, но сказать, что это очень существенно, это так нельзя сказать. Ну, вот вопрос по поводу того, что этот список является закрытым в 172 человека, как бы еще понять можно, но вот в этом списке есть 65 предприятий, то ли с российским капиталом, короче, непонятно. Получается, что как бы вот в это поле попадают практически все компании, работающие на украинском рынке. Вы считаете это правильно? Очень тяжело комментировать, не зная списка вот этих предприятий. Но то, что вот российский капитал у нас занимал необоснованное место и преференции имел, вот это, естественно, надо ограничить. Ну, каким образом это сделать, как вы считаете? Сложно, действительно, говорить без списка, но если говорить о русских банках, которые, например, работают с вкладами наших граждан, и мы помним, что еще год назад говорилось, что русские банки, даже в случае какого-то кризиса, они не будут уходить с Украины, в отличие от европейских банков. Поэтому у них достаточно большой объем привлечения вкладов. Ну, скорее всего, это неправильно. Существует де-факто состояние... Но какие санкции могут быть применены именно к банкам? Ну, лицензии можно у них отбирать, блокировать деятельность с вкладами граждан, предприятиям можно, скажем, запрещать вообще работу здесь. То есть все можно делать, и это в некотором смысле будет оправданно, потому что, как правило, предприятия, особенно финансовые структуры, они находятся под контролем российского государства, и поэтому они, естественно, выполняют заказ российского государства. Я думаю, что это коснется и граждан, скажем, возможно, не граждане Украины, а, возможно, граждане России, сейчас таких фактов много в регионах Украины, которые появлялись здесь пять лет, там, три года назад, создавали бизнес на деньги, скажем, ну, какие-то якобы их частные деньги, ну, скорее всего, это деньги российского государства. И этот бизнес, как мы видим, теперь он финансировал и поставку вооружений, причем не только в Донецком регионе. Ну, опять же, это нужно доказать. Ну, то есть сейчас этот процесс идет, и такой список и такие возможности, которые предоставляются, они дают больше возможностей для того, чтобы доказывать, потому что иначе, ну, есть российский гражданин, который ведет здесь бизнес, бизнес вполне легальный. Он использует деньги, куда захочет. Он может финансировать там русское радио какое-нибудь, ну, не русское по названию, а какое-то по сути, или какое-то другое средство медиа. И может напрямую финансировать и помогать сепаратистам. Поэтому... Владимир, я пока предлагаю, наверное, немножко приостановиться, потому что сейчас к нашему обсуждению по скайпу присоединяется российский финансист и блогер Слава Рабинович. Слава, добрый вечер. Вы нас видите, слышите? Добрый вечер. Да, спасибо. Я вас слышу и вижу. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что Москва как бы не показательный город, но наблюдается ли в торговых сетях, скажем, какой-то вот ажиотаж по поводу ограничений, которые были введены вот на днях? Какая ситуация может быть и в других городах? Ой, вы знаете, у большинства населения так промыт мозг. Мне, к несчастью, довелось сегодня включиться в телевизионный ящик одной государственной телевизионной компании, где меня окунули в 1975 год, где был рассказ про 20% увеличение надоя молока на каких-то российских фермах. Это произошло примерно через 2 минуты после того, как я изучал 23% падение продаж автомобилей в России и сотни миллионов долларов в убытках и в существенном падении финансовых показателей продаж компании «Нокиан Ренкаат». Это финская компания, которая является лидером в премьер-эксперименте автомобильных шин. И у них большое производство в России, в том числе в Санкт-Петербурге. И, соответственно, я не знаю, сметают ли все с полок. Я последние 48 часов не был в супермаркете в российском, но был зато в супермаркете в финском, потому что там, где я живу на даче, не так далеко доехать до именно финского супермаркета через границу. Ну и там, конечно, я закупился этими продуктами, которых, вероятно, скоро не будет. И планирую это сделать еще раз и много раз. Слава, скажите, как вообще в целом россияне восприняли ответные санкции ЕС США и Канады и Японии? Ну, опять-таки, вот вы задаете этот вопрос с таким дженерик именем россияне. Нам надо понять, что это такое. Есть люди, которые понимают все, а есть люди, которым вывернули мозг. И, в общем-то, это существенная заслуга реально почти что геббельсовской пропаганды государственного телевидения за последние шесть месяцев. Соответственно, те 86% или какие-либо проценты, которые можно считать более репрезентативными, они реально бьют себя в грудь и говорят, что мы выживем на одной хряпе. Или, как в России, а не в Китае принято говорить, на картошке с огорода. Но это же иллюзия. Скажите, заметен ли какой-то рост цен на товары, которые запрещены к ВОЗу? Я не могу этого сказать. Прошло еще 48 часов, но я вам гарантирую, что это будет колоссальный рост цен. Тем не менее, в том постановлении, которое я видел, где президент Путин одним розчерком запрещал эти товары, а другим розчерком давал правительству поручение не допустить роста цен. Это взаимоисключающие вещи, которые в принципе, в теории, можно осуществить только посредством того, что называется capital controls, закрытие движения капитала и отменой конвертируемости рубля. Вот в этом случае можно этого достичь, но тогда наступит тотальный дефицит, потому что все цены, которые будут на ценниках, они будут считаться всеми людьми искусственными, в том числе и производителями, продавцами этой продукции. И по этим ценам будет нарушен процесс запрещения. Можно вообще вопрос еще задать? Потому что на самом деле вопросов много. Хотела бы спросить о том, что российские новости сообщают о том, что сельхозпроизводители с радостью восприняли то, что открывается для них внутренний рынок и видят в этом плюсы в открытии новых рабочих мест и в том, что рынок стал более доступным. Вот скажите, вот эти плюсы на самом деле существуют, их видят? Я думаю, безусловно, да. Для таких компаний, как Росагра и остальных компаний, это относительный плюс. Только здесь нужно смотреть с точки зрения макроэкономики и с точки зрения финансиста практика, к чему такие вещи приводят. Дело в том, что российская экономика, будучи чрезвычайно примитивной, не имеет права иметь такого рода, такого уровня ВВП на душу населения, выраженное в долларах. Это и низкая производительность труда, и инвестиционный климат, и политический государственный уклад, который, в общем-то, относится не к капитализму и не к государственному капитализму, а к неофеодализму. Вот эти три компонента говорят за то, что ВВП на душу населения просто не может позволить себе быть таким высоким по сравнению с другими странами, эквивалентами, которые примерно столько же имеют на душу населения этого ВВП в долларах. Соответственно, рубль в данной ситуации должен быть девальвирован. Ну, на сколько? Скажите, на сколько? Если его не девальвируют власти, то он девальвируется сам. Я считаю, что рубль, понимаете, та ситуация с рублем, которую я сейчас назову, она может быть шокирующей, но она вызвана не той ситуацией, которая была три месяца назад, она вызвана той информацией, которая известна на сегодняшний день. Это все уровни санкций от Запада, плюс все косвенные эффекты от этих санкций и косвенные эффекты и страхи перед следующими санкциями, а также санкции, которые были введены в ответ России, которые, впрочем, являются ничем иным, как санкциями против самой России. И вот комплекс вот этого катастрофического удара по российской экономике, я считаю, должен вызвать 50-процентную девальвацию рубля, если не в управляемом постепенном процессе, как это было сделано Центральным банком в течение четырех месяцев в ноябре-декабре 2008 года и в январе-феврале 2009, когда рубль девальвировали, по-моему, если я не ошибаюсь, на 30%, и потратили много десятков миллиардов долларов на то, чтобы это было постепенно. Мы помним эту историю. Слава, я хотел вот еще вам вопрос задать. Очень многие международные эксперты говорят о том, что продовольственная эмбарго – это как бы только цветочки, потому что дальше ждут нас, в общем-то, более серьезные санкции. Какими они могут быть? Это вот касается авиаперелетов или, например, даже то, что Россия собирается вывести валютные резервы в Азию и Швейцарию? – Понимаете, вот у нас не было ни обращения к нации, о которой обсуждалось в интернете, у нас нет ничего. Никто не знает никакого конечного плана. У меня есть серьезное подозрение, что этого конечного плана просто не существует, и поэтому не было обращения к нации, и не будет. Но у экспертов есть не представление о конечном плане, которого не существует, у экспертов есть представление, что на самом деле произойдет. – Скажите, вот в связи с этим вопросом, возможно ли какие-то социальные волнения в России? – Они гарантированно будут, если в России наступит экономический коллапс. Достаточно вспомнить историю Пикалева, в июле 2008 года, если я правильно помню, месяц. И президент Путин и правительство было настолько, или он был премьер-министром тогда, я уж не помню, они настолько были напуганы этим, что Владимир Путин прилетел лично в Пикалева на вертолете, чтобы тушить этот пожар. Если в России произойдет экономический коллапс, то такого рода вещи, как Пикалева, будут на каждом километре нашей необъятной Родины. И что из этого произойдет, никто не знает. Голодные бунты и бунты Черни – это нечто, что России точно не надо. И, собственно говоря, Украине тоже. – Спасибо, Слава. Напомню, что с нами по скайпу сейчас общался российский финансист и блогер Слава Рабинович. Мы переходим снова к нашей беседе. Может быть, у вас есть какие-то реплики по поводу того, что вы услышали? – По поводу встречных санкций России. Конечно, очень интересно, Слава живет на границе с Финляндией. Наиболее пострадает Финляндия, которая 40% своего продовольственного экспорта делает в Россию. Финляндия не первый раз страдает. Она после Советского Союза пострадала от того, что ориентировала практически 100% своей стройиндустрии на Советский Союз. Теперь ей придется очень сильно пострадать. Остальные государства пострадают меньше. Всего объем поставок 12 миллиардов в год. И, в принципе, российское правительство правильно говорит, что это возможно заместить. Ну, за исключением элитных сыров, которых не будет, которые им придется покупать как-то за границей. Но, по-моему, там запрещено их ввозить, как с Украины, так и из других республик. Ну, будут как-то перепаковывать. Поэтому я хотел бы сказать, что действительно, вот та эйфория, я тоже ее наблюдал. Вчера был удивлен тому, как действительно коровы были возбуждены этим решением, а баргов встречным российскими увеличивались надой. То есть это действительно напоминало Советский Союз, а больше Северную Корею. Мы помним, я помню Советский Союз еще, не был в Северной Корее, но вижу, как там эйфорически радуются все любому решению правительства. Поэтому, на самом деле, они могут произвести замещение продуктов питания, но не так быстро. Например, поставки мяса из Бразилии все-таки нужно два месяца. Про Бразилию я хотела как раз спросить, что вот сейчас этот рынок тоже какую-то эйфорию испытывает, потому что они уже получили разрешение на мясную продукцию, на ввоз мясной продукции в Россию. Около 90 комбинатов. Ну, смотрите, Украина поставляла, по-моему, свинины 19 тысяч тонн в год в Россию. Это очень небольшое количество. Сейчас оно как бы, ну так, в тихом режиме не будет теперь этих поставок. Значит, это уже производители подтолкнуло российских увеличивать объемы. То же самое будут поставки мяса, отмененные в связи с эмбарго. Они тоже подстегивают производители. Ну, это на самом деле небольшой сегмент. Плюс действительно примитивная российская экономика, она все-таки должна бы ориентироваться на то, чтобы подстегивать рост других товаров. Хотя в условиях нарушенного обмена, ведь Австралия, например, в ответ на санкции эти готовит новые санкции. То есть уже какой-то перейден предел страха у стран. И, скорее всего, он будет преодолен и у европейских стран, и они все дальше будут заходить взаимно. Давайте немножко о европейских странах поговорим попозже. Вот я хотела спросить, вот все-таки по украинским санкциям. Вот больше всего удивление, наверное, вызвало намек Яценюка, я не знаю, что это было, что Украина может приостановить или остановить транзит российского газа. Это не просто, сказал премьер, но у нас нет другого выхода. Но Украина наконец-то поставит точку в энергетической зависимости от России. Вот что означает это заявление и как его воспринимать тогда Европе? Я до конца технологически не знаю, как это сделать, но то, что это ударит по сырьевой российской экономике, это очевидно. А еще вдобавок к тому, что вы сказали о продовольственных санкциях, есть же санкции по выводу инвестиций из России, о недопоставке оборудования в нефтегазовый сектор, в IT-технологии. И это вообще очень удаляет по будущему в России. И таким образом все разговоры о том, что у них там какая-то силиконовая недействующая долина появилась, значит, обнуляются. И в России фактически может не быть будущего. И все-таки вопрос, Европа будет с газом или нет? Европа будет с газом обязательно. После вот такого заявления? Заявления и действия нужны, но всегда есть предел остановиться Россией, остановиться Украиной, найти золотую середину, а самое главное, прекратить агрессию на территорию. Ну, премьер правильно делает, что делает это летом, когда жарко, когда газа не нужно много. То есть вот этот вот крэш-тест, его нужно пройти сейчас, а не в январе, когда будет там минус 20. Поэтому очень правильное действие, оно мобилизует Европу для того, чтобы оценить, как действовать в такой ситуации. И скорее всего, эскалация взаимных санкций между Европой и Россией будет происходить. И, ну, действительно, есть надежда, что, возможно, агрессия России будет угасать. Ну, кстати, в ближайшее время уже намечены газовые переговоры, ну, по-моему, их немножко перенесли на сентябрь. Вот после вот таких заявлений ускорится движение? Это именно на это направлено. То есть это крэш-тест. То есть ситуация проверяется, но она проверяется своевременно. Обычно ситуация почему-то проверяется зимой. И тогда действительно может там маленькая Болгария остаться без газа. И об этом все российские телеканалы рассказывают. Сегодня никто не останется в холоде. Сегодня можно перейти к переговорам после того, как показали, что же будет зимой. Вот еще одно было заявление. Украинское правительство в перечне вводимых санкций предлагает предусмотреть запрет на деятельность партий, общественных и религиозных организаций. Скажите, это вот санкции против кого? Против России? Как мы можем запрещать партии там? Я думаю, это касается наших партий. Ведь есть пятая колонна на территории... Это, видимо, какой-то другой санкционный список уже. Пятая колонна на территории России. Это и касается особенно самой одиозной левой партии, которая на самом деле давно переродилась в пятую колонну Симоненковского плана. И, естественно, их деятельность надо прекратить. Естественно, только в судебном порядке. И речь не касается левой идеологии, а только вот о реальном пособничестве, о реальном партийном финансировании, сепаратизма. Вот Яценюк, в общем-то, назвал сегодня экономические потери Украины от политики России. Они оцениваются в 7 миллиардов долларов. Скажите, для чего это заявление? Он будет собираться добиваться выплаты этих денег? Ну, на самом деле, потери значительно больше. Даже, скажем, не совсем юридически обоснованные претензии, подготовленные МИЮСТом по Крыму, они говорят о 200 миллиардах долларов. То есть, если говорить о том, как все-таки выполняется план Путина о введении Украины в серую зону, то есть, если, скажем, страдает Луганск, страдает Донецк, страдает весь Донбасс, мы видим то, что на самом деле наступает стагнация в украинской экономике. Вы посмотрите, что происходит. В летний период все, кто устанавливал, например, кондиционер или кто строился, они имели даже в условиях не очень стабильной экономической ситуации, они имели рост. Сегодня практически потребитель зажимает деньги в кубышках и перестает тратиться. То есть, потребитель даже вскоре может перестать тратиться и на продукты питания, то есть, покупать только самое основное, потому что деньги нужно сохранять, неизвестно, что будет завтра. Вчера переселенцы из Донбасса, а сегодня, может быть, переселенцам придется быть мне. Так рассуждает потребитель. Поэтому потери необычайно высокие. Ну, зачем объявлять 7 миллиардов? Ну, возможно... Ну, пока, наверное, предварительная цифра. Это речь шла, скорее всего, об экспорте. То есть, потери, то есть, это прибыль, которую Украина получила бы от экспорта в Россию, она примерно столько составляет. Но эти цифры, ну, скажем, они не отвечают уже действительности значительно больше. Вот мы полностью разорвали военно-техническое и оборонное сотрудничество с Россией. Об этом сознался сегодня Иценюк. Хотя сказал, что об этом стало как бы известно месяц назад, но вот озвучил он эту тему сейчас. Вот скажите, после этого можно предположить, что, наверное, остановится все-таки не один десяток заводов? К сожалению, наверное, этого не избежать. Ну, а если они работали на усиление российской армии, это же очевидно, что надо было это и останавливать сотрудничество. И даже товары двойного назначения, которые тоже могли усилить врага, их тоже надо прекратить выпускать. Но, естественно, в этом случае надо просить Европу поддержать нас, поддержать МВФ и даже помочь и в военном сотрудничестве вести, как я давно настаиваю, значит, голубые каски ООН на территории Украины, чтобы защитить нас от этой агрессии. Владимир, что будет с нашими заводами? У нас цели империориентировать не очень сильно? Ну, и хочется печально, безусловно, невозможно восстановить поставки. Это оборудование является во многом, эта продукция является во многом устаревшей, даже если говорить о космосе, это разработки несколько десятилетий назад, которые делались в рамках общего советского народно-хозяйственного комплекса. Поэтому невозможно перестроить эти поставки, и предприятия к этому не готовились, и, ну, скорее всего, они будут останавливаться там, где это идет блокирование поставок поставок в Россию. Возможно, через третьи страны, но мне кажется, что это очень слабо вероятно поставлять туда продукцию. Ну, наверное, такие попытки будут, скажем, по двигателям Моторсичи. Это было бы какое-то решение вопроса для этого завода, но, скорее всего, для этого корпорации, но, скорее всего, этого не будет. Поэтому будут действительно выброшены на улицу какая-то часть людей и потеряны какая-то часть техники. Ну, наверное, не маленькая часть людей. Вот я хотела уточнить и узнать ваше мнение по поводу ситуации с заводом Антонова. Ну, это же известна как бы гордость нашего украинского автопрома, и работал он больше все-таки и на наш, ну, конечно, и на российский рынок. Вот сейчас там происходит ситуация непонятная. Там увольняют директора, бастует 35-тысячный коллектив. Вот что будет с этим заводом и как вообще поступать в такой ситуации? Ну, этот завод давно ничего не выпускает, поэтому давно, по-моему, недавно был представлен новый образец самолета. Да, но продукция не выпускается. Для того, чтобы иметь надежные самолеты, нужно серийно выпускать 20 самолетов в год. Этого Антонов не делает. Поэтому в любом случае реорганизация давно назрела. То, что 35 тысяч людей бастуют, они живут фактически за счет транспортной компании. Сам завод не выпускает продукцию. Транспортная компания финансирует этот завод. Поэтому он не является гордостью, он является нашей болью и проблемой. Это заслуги Советского Союза. Ничего нынешнее руководство хорошего не делает на этом заводе. Поэтому какая-то реконструкция должна быть и она, естественно, не должна быть в пользу сотрудничества с Российской Федерацией, потому что даже до войны это сотрудничество было не в пользу организации производства в пользу перехвата конструкторской документации со сборкой в Воронеже, в Ульяновске и так дальше. Даже во время начала конфликта мы видели такую огромную мощную пропаганду по российским телевизионным каналам. Приезжайте к нам конструктора и техники и даже рабочие. Переезжайте к нам в Воронеж, в Ульяновск, мы вас там ждем, будете у нас собирать самолеты. В Украине вас ничего хорошего не ждет. Так что на самом деле этот процесс уже длительный и не сейчас он возник. Владимир, вам есть что добавить к этой теме? Абсолютно согласен с Владимиром. Надо естественно помочь только одно хочу сказать. В Европе, нам, в Украине, мы же стали жертвами агрессии. И они могут помочь не только нашим самолета строителям, а и многим военным предприятиям, своими технологиями. Это будет реальная помощь и это вернет людей на свои рабочие места и прекратит вот эти к сожалению забастовки. Остается 10 минут. Я хотела бы поговорить на тему все-таки как отведенных санкций и продовольственного эмбарго пострадает Европа. Называют пятерку стран, которые больше всего от этого пострадают. Это Польша, Литва, Нидерланды, Германия и Испания. Об этом пишет испанская газета El País. Financial Times также нервничает, что ущерб окажется намного серьезнее, чем ожидали. Как вы считаете, каким он будет? Что пострадают не только эти пять стран? Польша, к сожалению, пострадает прежде всего, потому что скоропортящиеся продукты, они просто будут невостребованы. Но здесь почему-то нет Финляндии. Финляндия очень сильно... Ну, это пятерка. А, это пятерка. Ну, я бы поставил Финляндию где-то там впереди. Германия пострадает меньше всех. А, в общем-то, ну, на самом деле они могут справиться с этой проблемой, с отсутствием 12 миллиардов рынка. Мне, честно говоря, более важно, как пострадает Украина. На самом деле, от пересыщения теми, скажем, мясными продуктами, продуктами птицы европейского рынка нам будет сложнее, нашим предприятиям будет сложнее интегрироваться в европейский рынок. У нас сейчас вступило в силу соглашение с Евросоюзом. Мы получили возможность поставлять. И вот сейчас это очень неблагоприятно для наших предприятий. Поэтому, скорее всего, мы не воспользуемся одновременно. Мы должны переориентироваться с российского рынка на европейский рынок, не наковые товары. В то время, как у Европы начинаются проблемы. В это время у Европы перепроизводство, ну, относительно перепроизводство в связи с вот таким резким эмбарго. Если бы это было постепенно, ну, как-то они бы сориентировались. Поскольку это резко, значит, наши не смогут туда выйти. А Европа, я думаю, справится. Хотя, вы видите, Финляндия уже заявила Еврокомиссия о необходимости компенсации убытков. Как-то они будут решать эти вопросы, компенсировать убытки. В конце концов, они не такие большие. Спасали Грецию сотнями миллиардов. Я думаю, десятки миллиардов в Европе найдутся. Но, скорее всего, будет эскалация санкций. То есть, сейчас будут встречные санкции на санкции России, встречные санкции России на санкции Европы. И так будут погружаться они уже в такую реальную торговую войну с тем, что вот Слава сказал из Питера, что Россия будет оказываться уже в такой изоляции, где вот то вот падение рубля и так дальше их экономические проблемы будут усугубляться. Вот Владимир озвучил такую, в общем-то, серьезную картину. Как вы считаете, где вот предел этих санкций? Предел санкций как раз не надо его и допустить. Надо России смириться с тем, что вот ей значит, она фактически проигрывает в этой войне с Украиной и с цивилизованным миром. И ей надо дать достойный выход. Пускай это, как некоторые советуют, будет какой-то даже план Путина по умиротворению. И вот дать им этот достойный выход сдаться. И не надо ходить всегда до крайностей. Лучше значит кровопролитие прекратить и естественно и в экономической сфере тоже не разрушить потенциалы украинские, российские. Потому что европейские потенциалы и американские намного больше. И плюс у них есть возможность свою продукцию странам третьего мира подоставлять и даже подарить ее голодающим африканских стран. Там миллиарды, огромный потенциал европейской экономики. Потенциал России и не ночевал рядом с мощью Европейского Союза и Америки. Владимир, как вы считаете, сейчас начался этот эффект домино, насколько это все может растянуться, пока Россия и ЕС озвучивают период год. На самом деле говорят, что такие санкции могут длиться десятилетиями и об Украине даже могут забыть, что у нас был конфликт, а заниматься только этими санкциями. Скорее всего, если бы конфликт в Украине прекратился, то пошел бы возврат. Но я думаю, что этот конфликт может затягиваться и он будет затягиваться даже не в продовольстве. продовольствие – это не главная статья. Главная проблема для России – это поставка продукции военного и продукции двойного назначения. Главное для них – это зависимость в финансовой сфере, то есть инвестиционный климат будет ухудшаться очень резко и практически будет прекращать свою деятельность многие банки. то есть мы сейчас увидим банкротство каких-то громких банкротств банков. Но самое главное, вот то, вы спрашивали в предыдущей сессии, что такое вот этот краш-тест с блокированием поставок газа. То есть Европа лихорадочно пытается сейчас максимально ограничить себя от зависимости от европейского газа. Как только они найдут это решение, это решение в условиях вот такой напряженности находится быстрее. До этого Европа вальяжно ставила себе пятилетние, семилетние какие-то задачи, как они уменьшат до 20% потребления из Европы. Сейчас это будет происходить очень быстро и если только они найдут это решение, у России наступит черный день, поскольку в этот момент отключение транзита уже в Европу не будет критичным для Европы и вот в этот момент уже сработает вот эта угроза премьера о том, что мы не будете платить и отключим газ. Вот как в том фильме уже теперь Украина скажет России мы отключим газ и Россия на это вынуждена будет реагировать. Скажите, послушают ли Путина Москва и Астана в плане сотрудничества с Украиной либо же Лукашенко например, чтобы будет вести свою независимую политику и продолжать взаимовыгодные отношения с Украиной? У него маневр ограничен поэтому пусть он спасает свою страну и ведет ее как-то так чтобы не очень пострадать от скажем каких-то санкций от России но скорее всего это не повлияет уже теперь так сильно на Украину главное чтобы Белоруссия не давала коридор для военной техники это самое главное теперь чтобы Лукашенко выполнил это обещание а уже как он в экономике себя будет вести пусть он спасает белорусский народ Владимир, как вы считаете как здесь будут развиваться эти взаимоотношения в рамках таможенного союза? Я думаю рано или поздно Казахстан может выйти из таможенного союза и это фактически его разрушит потому что какой таможенный союз когда будет фактически одна страна значит Россия из Белоруссии ведь они давно заявили о том что у них одна страна они это никак не могут узаконить нет никого таможенного союза мы рано или поздно с этим столкнемся Таможенный союз он изначально был политическим вообще образованием он имел мало экономических стимул этих возможностей для того чтобы существовать как экономический союз как например Евросоюз или как соглашение между Европой и Украиной поэтому он был обречен но сейчас вот в этом кризисе действительно он не не работает на самом деле как экономический союз поэтому как вы считаете кто вот в этой борьбе должен все-таки первым сделать шаг навстречу и все это остановить у кого есть такая возможность Я не дипломат но считаю что все-таки не Украина это может делать Украина находится пока в состоянии жертвы агрессии и она не может сделать этот шаг потому что это будет позиция проигрыша президент Барак Обама Соединенных Штатов постоянно говорит что вводя санкции мы постоянно оставляем шанс для России остановиться развернуться сесть за стол переговоров прекратить прекращать террористы когда станут ощутимыми когда люди в России выйдут на улицу Путин должен будет пойти на встречу мировому сообществу его не загоняют тупик как крысу ему дают сохранить лицо ну и если при этом значит он не только сократил лицо и возместил потери о которых мы говорили украинской экономики уже это было достойным ответом но гибель наших людей конечно это черное пятно на совести значит российских власти спасибо большое на этом наша программа завершена напомню что тему санкций украинских российских европейских и так далее мы обсуждали с нашими гостями это Владимир Бондаренко политолог глава совета директоров института политических и маркетинговых исследований имени Шевченко спасибо вам большое и Владимир Панченко экономический эксперт фонда открытый диалог спасибо что пришли с вами была Наталья Маслова всего хорошего спасибо за просмотр спасибо за просмотр Продолжение следует...